На протяжении своей жизни мне посчастливилось столкнуться с наставниками, которые во многом предопределили тот творческий путь, по которому сегодня я иду. Своим первым наставником я бы хотела назвать своего отца Сергея Юрьевича Завановского, который закончил консерваторию, учился в школе десятилетки и затем многие годы руководил хоровым училищем имени Глинки. Так сложилось, что мы учились у одного и того же педагога. К поступлению в десятилетку меня готовила Елена Самовна Гугель, у которой учился мой отец. Затем, когда я поступила в первый класс, я оказалась в том же классе учительницы начальной школы, что и мой отец. И в дальнейшем, пусть и недолго, но мне посчастливилось оказаться в классе профессора Санкт-Петербургской консерватории Владимира Владимировича Нильсона, у которого учился мой папа, и который, безусловно, являлся одним из ярких, самобытных музыкантов, оставивших свой большой-большой творческий след. Я очень счастлива тому, что до сих пор имя Владимира Владимировича Нильсона сохранено, есть конкурс пианистов имени Нильсона, и до сих пор оцифровываются его, пусть и не очень многочисленные, но очень ценные записи. В дальнейшем, после окончания консерватории, мой творческий путь и мою дальнейшую карьеру предопределил мой коллега, мой наставник Александр Яковлевич Вильнюкс. Он также является выпускником Санкт-Петербургской консерватории по классу Фагота, и долгие годы он руководил музыкальным лицем Комитета по культуре. Его советы, его помощь, его опора, которую он оказывал мне на протяжении своей жизни, очень сильно повлияла на мой дальнейший путь. И в заключении я бы хотела упомянуть имя своего коллеги, который пусть и не имеет прямого отношения к Санкт-Петербургской консерватории, но который очень повлиял на культуру Санкт-Петербурга в целом. Это Антон Николаевич Губанков, который руководил Комитетом по культуре, которому принадлежит огромное количество креативных идей, который придумал для Петербурга большое количество очень интересных проектов. И, возможно, даже вы не знаете, что именно он придумал то или иное событие в культурной жизни Санкт-Петербурга. Я очень рада тому, что сегодня понятие «наставника» определено уже даже на законодательном уровне. И сейчас есть такое понятие, как «педагог-наставник». Я верю в то, что в жизни каждого из вас появится тот самый человек-наставник, который сопроводит вас по вашему творчественному пути. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!